Теперь пришло время добавить все остальные элементы лица. Мы снова начнем блокировать другие элементы с помощью примитивных объектов, чтобы немного упростить работу с кубом. Ион переключился в режим редактирования и отрегулировал общий размер и пропорции, перемещаясь по стихам. Поставь курсор с тремя буквами D между виском и концом челюсти и создай цилиндр для года. Затем ты можешь масштабировать его вдоль его локального Z. Повернись, нажав S, а потом Z. Дважды нажав на нее дважды, вы переключите ориентацию между текущей глобальной ориентацией. Если он уже настроен на глобальную ориентацию, то вместо этого он всегда будет переключаться на локальную ориентацию. Затем поверни и перемести цилиндр, чтобы он выступал из вертикальной линии челюсти. Как правило, хорошо примерно выровнять верхнюю часть года с бровями или линией глаз, а затем нижнюю часть воздуха с нижней частью носа. Зеркально отрази ухо на другой стороне головы. Я обычно добавляю модификатор зеркала и использую центрированный объект в качестве зеркальной оси. В этом случае дополнительная пустота, расположенная в мире происхождения, называется центром. Все может быть в порядке, если использовать этот способ использования другого объекта в качестве зеркальной оси модификатора Mirror. Текущий объект может сохранить свое собственное происхождение, будучи отраженным вдоль мирового происхождения. Вместо этого ты можешь оставить пустоту в сцене и использовать ее всякий раз, когда тебе нужен доступ по центру для любого объекта, чтобы лепить лед. Начнем с вырезания глазниц примерно в середине головы. Еще раз, используй для этой цели кисть из глины или глиняных полосок, чтобы наращивать или удалять объемы. Мы также вырежем немного щеки рядом с областью носа и добавим больше объема скуле. Продолжение следует... Ты можешь добавить обводку, чтобы просто визуально отделить заднюю часть челюсти, как слегка треугольную коробку, направленную в сторону от лица. Также хорошо сначала попытаться выговорить подбородок и выпуклость области рта, прежде чем позже лепить сам рот. Поскольку мы как бы пытаемся построить одну область, шаг за шагом, и рот уже может быть довольно детализированной вещью, которую можно добавить к носу. Мы также можем включить динамическую топологию и начать закруглять кончик и вытягивать крылья носа с помощью кисти для захвата по направлению к месту. Тогда ты можешь вырезать ноздри, например, кисточкой для рисования. Не забывай смотреть на свой прицел под разными углами, чтобы проверить пропорции и точную форму, когда дело доходит до рта. Ты можешь начать с вырезания в форме буквы М. Возможно, ты также захочешь увеличить разрешение динамической топологии на этом этапе. Используй кисть для рисования или глиняную кисть, чтобы придать объем нижней и верхней губе, а затем вырежь и разгладь уголки рта. Область рта может быть довольно сложной для правильного подбора, но просто продолжайте проверять свои рекомендации и продолжайте, и у вас все получится. Продолжение следует... Затем ты можешь вырезать на верхней губе так называемую филобрезку, которая представляет собой небольшую ямочку в центре, увеличить внешние края губ, чтобы они снова стали немного более четкими. Посмотри на свою модель снизу, чтобы увидеть не слишком ли у тебя выпуклые или слишком плоские губы. Просто помни, что кости, которым они соответствуют, это зубы. Так что если ты посмотришь на свои зубы, они довольно округлые, и губы должны соответствовать этой форме, но при этом иметь немного объема сами по себе. Старайся уходить и почаще возвращаться к тем областям, над которыми работаешь, чтобы все оставалось на том же уровне завершения. Это не очень здорово, когда одна часть лица полностью сделана, а все остальное едва очерчено. Чтобы продолжить нос, мы можем произнести крылья переносицы и наклонить немного дальше. Используй для этого кисть для складок, чтобы получить более четкие впадиные пики и добавить больше объема с помощью захвата, одновременно внося большие изменения в пропорции. С кисточкой для захвата. Попробуй соединить складку вокруг крыла носа с линией смеха на щеках. Ноздри тоже можно немного сморщить и углубить. Попробуй придать им немного профилей спереди и не закрывай их полностью носом, кончиком, не делай их слишком плоскими или случайно не делай их слишком плоскими. Для льда. Поместить сферы в глазницы в качестве подсказки при создании объектов. Это также создаст UVs с его помощью. По умолчанию ты можешь отключить эту функцию на панели управления Adjust Last. Глаза в целом могут быть особенно широкими или узкими, в зависимости от того, какой стиль ты хочешь. Ты можешь вызвать контекстное меню щелчком правой кнопки мыши, если ты используешь щелчок левой кнопкой мыши, выбор или W на клавиатуре. Если ты используешь щелчок правой кнопкой мыши, выдели изгладь два оттенка I, чтобы придать ему меньший вид полигона. Продублируй сферу с помощью Shift и слегка увеличь ее с помощью S, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы сделать масштабирование немного более тонким. Теперь мы создадим островки из этой новой сферы. Острова можно заштриховать плоско, просто чтобы мы могли более четко видеть геометрию, с которой работаем. Следующий шаг, перейдите в режим редактирования и выберите центральную петлю сферы, либо удерживая все при выборе края, который является частью петли. Либо переключившись на выделение края с помощью ярлыка для. И дважды щелкнув по краю, скройте контур контура и выберите всю связанную геометрию одной из сторон, либо наведя на нее курсор и нажав L. Либо выбрав ее часть, и нажал кнопку управления L. Теперь на высоте. Скрытая петля края со старым H, и мы выбрали одну половину сферы. Теперь мы можем легко разделить выделение на новый объект с помощью ярлыка. Пи, переключитесь обратно в режим объекта и поверните каждую половину сферы вдоль оси Х, с помощью ярлыка R, а затем Х. Теперь мы добавим модификатор затвердевания каждой половинки, чтобы добавить толщину, отрегулируйте значение толщины, пока она не войдет, по крайней мере, в глазное яблоко. Ты можешь скопировать, изменить нас на другие объекты, выбрав все объекты, которые должны получить тот же модификатор, выбрав объект с модификатором последним. А затем нажав Ctrl-L и выбирал модификаторы. Тогда ты можешь применить модификаторы либо вручную, сделав это в модификаторах, коснитесь, либо нажав элемент управления A и выбрав визуальную геометрию для сетки. Чтобы применить все модификаторы ко всем выбранным тобой объектам. Затем ты можешь скопировать зеркальный модификатор года на объекты I, снова с Ctrl-L, просто чтобы все отразилось и на другой стороне. Чтобы лед естественным образом прилегал к глазнице. Их углы должны соединяться с глазницами почти на той же глубине. Это означает, что глазница относительно плоская, окруженная костным каркасом. Субтитры создавал DimaTorzok Перейдем в режим лепки на проушинах, чтобы придать им дальнейшую форму. Возможно, ты захочешь отключить симметрию X при лепке глаз и ушей, поскольку их происхождение находится не в центре мира, а как бы в центре их собственной геометрии. Происхождение, конечно, это то, что определяет симметрию. Доступ к общей форме, которую ты хочешь придать векам, выглядит примерно так. Если ты снова начнешь лепить на голове и забудешь, что X-симметрия отключена, тогда ты можешь симметрировать модель в любое время в настройках динамической топологии, вместо того, чтобы делать это в режиме редактирования, как в предыдущем видео. Продолжение следует... Мы также можем добавить больше подразделений к островкам с помощью модификатора поверхности подразделения. После этого зайди в режим редактирования и добавь больше петель с помощью кнопки управления или застри краевые петли, выделив их и нажав Shift, чтобы границы век не были слишком мягкими. Форма уха одна из самых странных частей головы, поскольку это по сути тонкий предмет, который изгибается и изгибается определенным образом. Для начала мы можем замаскировать внутреннюю часть у холосо, убедившись, что маска примерно совпадает с обеих сторон года. Хорошо, тогда раздвинь эти части в палатах с помощью щетки. Если ты посмотришь или просто пощупаешь свое собственное ухо, ты можешь заметить, что оно довольно тонкое в большинстве мест, когда оно изгибается внутрь или наружу. Другая сторона делает то же самое, как будто ты складываешь ее из бумаги. Так что имей это в виду, когда лепишь обе стороны уха, как переднюю, так и заднюю. Мы также можем немного изменить форму уха с помощью кисти для захвата, сделав его немного больше похожим на Х. Придай ему форму головы. Убедись, что расстояние между ушами и глазами не слишком велико. Это может случиться очень легко, если уши будут расположены очень далеко назад на голове. Теперь мы можем вытягивать и раздвигать части уха и окружающей головы, чтобы добавить более мелкие черты года. Сначала определим спираль или внешнее кольцо уха. Тогда во внутреннее ухо добавим антиспираль с капельным порывом. Оба соединяются в нижней части воздушной оболочки и по сути представляют собой рамку ушного отверстия в центре. Та часть, которую мы вероятно оставили, до сих пор довольно просто, это шея, чтобы лучше соединить челюсти шею. Мы можем добавить больше объема и начать смешивать их, выталкивая части головных объектов с помощью кисти Grab Brush или кисти Snake Hook. Не забудь применить масштаб и вращение цилиндра с помощью элемента управления A и заполнить разрешение динамической топологией. Есть много мышц, которые соединяют голову и шею, но наиболее заметными из них являются скам, что означает грудную коллоидную массу, с которой играют. Ты можешь произносить это так, как хочешь, и использовать трапецию. Когда все это сделано, у нас есть наша простая ясная голова на готове. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...